Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, ну что ребята, давайте сегодня поиграем маленько в игру, которая называется Infinity Tank. Я поиграл в нее маленько, но начну наверное с первой миссии, так что приступаем. Связь заработала парни, сегодня к нам присоединился новобранец, то бишь я. Мы должны отбить нашу штаб-квартиру, к счастью противник не успел восстановить повреждения, которые мы нанесли в прошлый раз. Так, какой-то танк вы мне дали? По местам новобранец, принимаю управление беспилотным танком. Все понял, беру управление. Так, РЛС кругового обзора ближнего действия очерчивает район, в котором присутствуют вражеские танки. Ну в общем понятно все, это радиус локации у нас, видимость врагов. Ну все, все, как мне отсюда выйти? Ага, все. Используйте мышь или трик-пад для прицеливания и вращения камеры. Блин, надо было наверное пропустить это обучение. Ладно. ВСД для перемещения танка в отмеченную точку. Так, точка у нас впереди. Зеленый дымок. Давайте доедем до нее. Так, кто-то меня палит. Прицельтесь во вражеский танк с помощью мыши. Так, красный означает пробивание брони, оранжевый только осколочный урон, а белый отсутствие урона. Ну, вроде бы как пока белый. Ну понятно, вы мне будете так все обучение разжевывать. Даже не переключить ее. Так, белый. А как сделать красным? Как сделать пробивание красным? Так, принципиально важно, под каким углом снаряд сталкивается с броней танка. Но это понятное дело, что прямое попадание всегда лучше, чем вскользь. Как ни крути. Ну все, 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 можно проматывать. Чтобы увеличить вероятность пробивания брони, стреляйте по противнику сбоку. А еще лучше сзади. Так, ну что, этого мы грохнули. Направляйтесь в отмеченную точку. Поехали. Что там за стрельба? Нажмите кул, чтобы выстрелить из дополнительного орудия. Ну. Ага, вот. Стоит. Замечательно. Так, КУ, чтобы выйти из режима миномета. Нажмите Е, чтобы сменить тип боеприпаса. Ну, нажал и что? Ага. Главное орудие танка ведет огонь снарядами трех видов. Три вида, да, значит. Первый это среднее, получается. Второе мощное. А третий там вообще зашкаливает. Ясно. Направляйтесь в отмеченную точку. И попытайтесь уничтожить одним выстрелом обоих врагов. Одного противника прямым попаданием, второго осколочным. Ну, давайте попробуем. Вот, стоят голубчики. Пробиваемость стопроцентная. Грухнул я его, короче. Ну, этот сам сгорел. Один из наших союзников находится под плотным огнем. Надо ему помочь. А зачем обязательно кнопку В, когда это можно... Правая кнопка мыши тоже самый обзор будет. У меня, смотрю, 522 жизни, осталось 400, да? Ну, ладно. Получи, фашист, гранату. Отлично. Кто-то у нас следующий на подходе. Ну, как же ты долго перезаряжаешь, а? Ну, как долго? Три секунды, в принципе, это нормально. Добиваем, добиваем. Отличная стрельба. Да, я знаю. Мне как-то БМП-х, да? Так, у нас что-то другой танк дали. Давайте поменяем беспилотный танк. Сейчас вы управляете новой боевой машиной. Мы называем ее ракетным танком. Попытайтесь уничтожить врагов, охраняющих базу. Помните, что вы можете изменять траекторию полета ракеты, перемещая прицел. Уничтожьте врагов, охраняющих вход в базу. Я что-то не вижу их. Где они? Нет, я вижу, что они отмечены, но я не вижу самих тел. Может быть, проехать туда надо маленько. Хорошо, ребят, давайте сейчас заедем туда. Хотя, вроде как выползают сами. Да, видим. А они у нас в зоне действия, в радиусе точнее. Давайте расстреливать их помаленьку. Конечно, у этого танка, если честно, откатка очень долго идет. Сами видите. По ракетам. Ну, да ладно. А, вот красавчик, ну-ка иди сюда. Ну, давай, давай, еще один снаряд. Да не томи ты душу. Вот, замечательно. Здесь, смотрю, стоит один. Ага, выезжает. Блин, промахнулись, да? Так и есть. Ну, давай ты быстрее. Ну, что ж так долго-то? Минус еще один. Да, ребята, здесь, кстати, в этой игре один нюанс есть. Хотел я зарегистрироваться в стиме. Ну, как обычно, играть в нее. А с игрой какие-то нелады. То ли... Не доделана она немножко. В общем, придется нам играть только в локальную игру. По сети пока невозможно. Регистрация не проходит. Может быть, конечно, это все починят. В общем, в дальнейшем все это будет видно. А пока будем проходить локальную кампанию. Ну, заодно и посмотрим, что здесь и почем. Правда, танк будет у нас один и тот же постоянно. Так, ну что, осталась у нас еще одна цель. Пойдемте ее добьем по-баренькому. Где она? Вот. Отличная работа. Мы отбили нашу базу. Здесь вы сможете испытывать новые танки. Да, я бы, конечно, с удовольствием хотел бы испытывать, если бы вы бы сделали игру полноценной. Вы даже ничего не даете, ни кредитов. Все в минусе. Даже толку нет от этих карточек. Очень, конечно, это прискорбно. Но, как я вам говорил, будем пока локальную кампанию проходить. И у нас второй уровень. Первый это был обучающий. Переходим во вторую миссию. Я в этой игре дошел пока только до пятой, вроде бы, если не ошибаюсь. Но, решил все-таки начать с самого начала и показать вам, какие они здесь вообще. Ближний Восток. Ближайшее будущее. Ученые создали искусственные интеллекты для решения любых глобальных проблем. От нехватки продовольствия до обостряющих конфликтов. ИИ пришел к выводу, что причиной всех бед являются сами люди. И решил проблему по-своему. То бишь, ядерным взрывом. Он взломал защиту военных северов, ведущих держав, и выпустил ядерные ракеты. Люди бежали из городов. Повсюду царила смерть и разрушение, но человечество не теряло надежды. Ведущие производители оружия, достигшие невероятно показателей мощности защитных свойств экскурсии, объединили усилия, чтобы остановить искусственный интеллект. А они создали боевые машины. Это, знаете, ребят, что напоминает мне? Приквел к фильму Терминатор. Восстание машин. Мощнейшие боевые машины. Но противник ответил тем же. Ну, получается, что он в ответ тоже стал создавать машины. Вот так и началась война машин. 24 часа назад. Место падения рейса 44.7. Причина не установлена. Мы оказались первыми на месте падения. Проверьте, есть ли выжившие. Поехали, посмотрим. Блин, вот по сети бы поиграть в нее с противниками с реальными. Вот это было бы хорошо. Она практически 70% потенциала игры забирает. Локалка, я имею ввиду. Согласно ему, на борту не было никаких грузов. Его каким-то образом сбили. Вперед. Поехали вперед, что же делать-то. Замечены неизвестные объекты. Подобьем их. Да я только за. Где они там? Ага, вижу. Блин, нет, не вижу. Мой стоит, прикрывает, не дает пробить. Ну, я все-таки умудряюсь. Еще двое под мостом. Где? Вижу. Так, иди сюда, родной. Ты от меня не убежишь, браток. Блин, да как же так мог промазать-то, а? Давай, влази. Есть. Враждебные цели уничтожены. Ну что ж, меня это радует. Штаб сообщает, что колонна будет здесь менее чем через 60 секунд. Займите обзорную точку и прикройте нас оттуда. Поехали на обзорную точку. Подмога уже в пути. Так, а ты-то куда там бежишь? Вперед, батьки, в пекло, а? Дай-ка торнуть они немножко. Вот так. Скорее, не то придется воевать с ними в рукопашку. Не придется, не волнуйся. Сейчас займем позиции и начнем обстрел врага. Ну что, мы на месте. Так, они здесь. Я вижу, выезжают. Так, напарничек, давай будем тут прикрывать наших. Как раз хорошо, все в кучку встали. Под обстрел, замечательно. Давайте, 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 ребятушки. А враг у нас все не угомонится. Все, танки свои посылает, да посылает. Так, ребят, вот эту надо сносить установку. Ракетную на танке, потому что будет жарко иначе. Так, есть. Ух ты, какой крепкий. Надо его тоже поджарить хорошенько. Он еще при этом мощный достаточно. Ну, я думаю, это не проблема. Ну что, вы добиваете? Молодцы. Молодцы. А ты что тут притулился? Ты мой. Нет, 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 хотел его добить. За моим гонятся. Надо помочь. Плотный огонь, это уж точно. Нужна помощь. Ну, я помогаю по мере возможности. Так, еще одна установка, да? Давайте я ее добью. Ну, как раз все в кучке стоят. То, что надо. Еще один, еще один. Готов. Так, меткий выстрел. Орлиный глаз. Еще несколько на том конце моста. Так, переезжаем. И продолжаем огневую мощь. По мосту едут. Блин, промазал, а? Быстро, больно едете, ребята. Не торопитесь. Так, меня заметил кто-то. Воу, воу, воу. Тихо, тихо, тихо. А, блин, снизу еще едут. Что там летит? Штаб прислал воздушную поддержку. Ясно. Отличная работа, парни. Но вы кое-что пропустили. А что мы пропустили-то? Мы все подчистим. Это точно. Так, ты мой. А, да что ж такое? Не дают добить. Ну, тогда этот. Не успел. Последний какой-то тут заблудившийся в лесу. Выехал. Ну, его сразу подбили. Противник уничтожен. Тот оглушит наш сигнал. Осторожнее, меня подбили. Бабах, в дом. Нормально. Еще один. На себя. Давай. На себя. Наши дроны-бомбардировщики дохнут, как мухи. Найдите источник сигнала. Продолжим битву на земле. Обзорная точка все равно уничтожена. Но обзорная точка может быть и уничтожена. А мы-то еще целы. Поэтому. Поехали. Ни черта не вижу, а. Они сзади дома. Ну, должны выехать. Иди его там. И сюда. Давай, давай, давай. Ближе, ближе, ближе. Блин, без пробития прошло. О, вот это уже другой разговор. Давай, детка, иди сюда. Блин, надо в башню метиться. Там у нас стопроцентное будет попадание и уничтожение висит. Ну. Ну. Сдохни, мразь. Так, еще подъезжает. Да куда ты едешь-то? Блин, не может какие-то осколки раздавить, а. Танк называется. Давай, выезжай, выезжай. Выравнивайся. Так, вон там. А, передача сигнала идет оттуда. Какая-то спутиковая антенна, да? Давайте ее. Ухоркаем. Ну, еще выстрел. Ага, все, готово. Мы опоздали. Почему опоздали-то? Сигнал был передан по всему миру. У противника подкрепление. Да херня это все, не подкрепление. Давайте. Будем уничтожать. Ха-ха, классно вышло. Следующий. Готовчика. Ну, осталось тому. Вот, молодец, добил. Этого не видно мне. Надо выехать. Ладно, выезжаем. Ну, огонь. Блин, не убил. Так, он на меня едет, да? Ха-ха-ха. Не доехал. К моему счастью. Ладно. Так, а это что за крепыш тут прячется? На-ка. Только башня отлетела. Во-во-во-во-во, потише, потише. Да, долго он тут не поездил. А этот, смотри какой скоростной. Доездился. Все враждебные объекты уничтожены. Хорошая работа. Сигнал. Сигнал передавал нейронные цепи ИИ, разработанные для танковых сражений. Они были загружены в сотни наших прототипов беспилотных танков. Мы получаем сообщения об атаках противника изо всех уголков мира. Африка, Европа, Тихий океан и даже Арктика. Нам объявили войну. Ну что же, ребята, на этой ноте я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.